Испокон веку у людей было разное отношение к убийствам, к убийцам. Одних оправдывали, которые убивали, защищая себя, родных, близких, родину. Других презирали, забрасывали камнями и проклинали, которые убивали из корысти, из злости, ненависти. Сейчас общество дошло уже до того, что в некоторых странах умудрились объединить эти вещи. С одной стороны, отменили смертную казнь для самых жестоких преступников, а с другой стороны, узаконили официально то же самое убийство. Это эвтаназия. Тема, о которой мы сегодня будем говорить в нашей программе «Свитло». Я ее ведущий Сергей Тарасенко. Здравствуйте. Успешность общества – это дотримание прав люди. Відповідно, Міжнародная декларація проголошує кожному право на життя, свободу, недоторканность, рівність. На сімью, громадянство, здоровье, освіту, працю, відпочинок. Та ось парадокс 21-го століття. Що розвиненіша держава, тим активніше узаконюють право, здавалося б, прямо протилежне право на смерть. У деяких країнах Західної Європи і кількох Штатах Америки легалізовано эвтаназію. Спочатку йшлося про невеликованных хворих – тих, які страждають від нестерпних болів, підтримка життєдіяльності яких надто дорого коштує державі. Але нині постає питання про право піти з цього світу через самотність або просто тому, що вже набридло жити. У Нідерландах діє закон про дитячу евтаназію. Таке право мають смертельно хворі діти старші 12 років. Дитина повинна розуміти, рішення прийняте батьками і підтверджене психологом. А в лютому цього року евтаназія вийшла на новий виток. Парламент Бельгії легалізував дитячу евтаназію без вікових обмежень. Тобто постає питання жити чи не жити новонародженому. Багато хто жахнеться, чим у такому випадку евтаназія відрізняється від вбивства або, приміром, від абортів, коли майбутні батьки позбавляються іще й ненародженої дитини, який ставлять діагноз несумісний з життям. А от ті, хто в Україні мучаться з невеликованою хворою дитиною, замисляться. На вагах і моральне, і матеріальне, як окремих людей, так і всього суспільства. З одного боку, припинити нестерпні муки або запобігти їм – це милосердно. З іншого – надто тонка межа. То, із яким сумлінням прийматиме рішення перервати життя. Зрештою, з вибором раніше чи пізніше стикається кожен, коли опиняється на межі за якою небуття, чи то своє власне, чи то близької людини, чи то пацієнта. Певно, боротьба за право на смерть походить від людської слабкості, коли хочеться, аби за тебе хтось прийняв важке і відповідальне рішення. Аж тут, у правовому полі, все вже прописано. І евтаназія вирішує проблему. ДОБРАВА Есть два права у чоловіка. Право на свою смерть і право на свою життя. Како ви будете отстаивати в першу? Вопрос в тому, що в чоловіку, відникає у нього жовання, скажімо так, вже взрослого чоловіка, якщо ми говоримо о нём, избавиться от своего тела только в том случае, если он нестерпимо страдает. Если эти страдания, физические по сути страдания, говорят о том, что он хочет избавиться от тела. Но здесь мы имеем другую вещь. Действенное противодействие страданию – это правильно налаженная система палеоативной помощи. У нас достаточно сейчас в арсенале медицинных средств для того, чтобы облегчить человека страдания. Сразу возражаю вам. У медицины может этих средств и достаточно, а у простого человека содержать родственника 5 лет в состоянии поддержания жизни не всегда достаточно. А вот теперь мы говорим о двух видах эвтаназии. Первый вид эвтаназии – это так называемый полный шприц, когда мы что-то вводим, и человек умирает. И второе вид эвтаназии – это пустой шприц, когда мы, не имея средств, не имея ресурсов, человек помирает, потому что нет доступа до лекарств. И таких людей в Украине, ну согласно исследованию, например, Мирового банка, 25-30%. То есть у нас сегодня 1600 людей, 1400 приблизительно по разным подсчетам, ежедневно умирает из-за того, что нет доступа до ресурсов медицины. Спасибо вам за уведение. И это эвтаназия. Давайте вот, Яна, начнем с того, как насчет законодательной базы в нашей стране по этому вопросу. То, что сейчас представлялось в сюжете, не является эвтаназией в юридическом смысле этого слова. Это обывательское понимание этого феномена. Из-за этого происходит подмена понятий, и люди, общество не понимают, о чем идет речь. Лишение жизни другого человека по его просьбе может быть люфт либо от вообще ненаказанного деяния, либо до квалифицированного убийства. А, например, когда это так называемое самоубийство, ассистированное врачом, разделяет такую форму лишения другого человека жизни по его просьбе. На сегодняшний день самоубийство в Украине не криминализировано. Это не является преступлением. Следовательно, любое пособничество в нем, например, врач, рассказывает пациенту препараты, дает советы, как ему безболезненно уйти из жизни. И пациент сам применяет эти препараты. То есть, фактически, пациент сам убивает себя, но с помощью врача. Александр, сразу к вам вопрос. У вас в практике такое случалось? Для врача, который принимал для себя то ли клятву Гиппократа, то ли клятву врача, такое понимание, как способствие в уходе из жизни человека, недопустимо. Вместе с тем, если мы вернемся к той ситуации, которая есть конкретно в нашей стране, о чем вы рассказали, о том, что нет медикаментов, нет возможности оказать тот уход. Я имею ввиду, нету, это пустое, то есть человек помирает, потому что это доступно, это доступно, но у него нет денег, это купить. А, это другой вопрос. Это как раз и есть эвтаназия, по факту, государственная эвтаназия, которая стыдливо умалчивается, ну помирает, тысячу человек ежедневно. Если у человека нету медикаментов, не потому что их вообще нету в стране, а потому что он и его семья не в состоянии себе их купить, и потому что ему не может быть оказана та медицинская помощь в том необходимом объеме, который он ее требует, которая включает в себя непосредственно терапевтическое, хирургическое и в том числе палеотивное лечение, то это прежде всего социальная проблема, это вопрос к государству. Я понял, спасибо, Александр. Отец Георгий, вот когда умирает человек, и на похоронах часто мы слышим, слава Богу, Бог забрал, так мучился человек, так вот, и это говорят близкие и родные, то есть вот когда один человек в таком состоянии находится, то, я думаю, в таком кошмаре находится вся семья на протяжении тех лет, когда... Знаете, как бы для церкви и жизнь человека ценна, потому что это дар Божий, и смерть — это не конец. И в этом смысле жизнь человек должен прожить так, чтобы получить продолжение жизни, жизнь вечную. И страдания иногда человеку дают для того, чтобы очистить, и вот мы сейчас слышали клятву Гиппократа, да? Юридически никак нельзя это применить, а морально это работает. И в этом смысле, понимаете, как бы, мне кажется, что все-таки эвтаназия, мы опять испортили слово, которое существует в Древней Греции. Благодаря смерти. И которое даже, как бы, в церковном понимании присутствовало, когда смерть, мы просим у Бога, непостыдную, мирную, христианскую кончину жизни. Понимаете, есть определенные традиционные религиозные отношения и к жизни, и к смерти. И в этом смысле ситуации, я понимаю, бывают очень сложные ситуации, но не решаются в конкретном случае возводить в правила самоубийство или убийство. Церковь этого не благословляла и благословлять не будет. Уважаемый шеф. Если человек был хороший, и родственники или близкие сказали, хвала Создателю, хвала Творцу, что он ушел из жизни, зная о том, что он хороший, то, в принципе, не от того, что они от него отдыхают уже, от того, что они устали от него очень сильно, нет, а в том, что он перешел из того, что внешне был этот человек хороший, надеждой на то, что он освободился от этого мира и перешел в мир иной. Но когда говорят о плохих людях, когда говорят о тех, кто занимается такими делами, как убийство и так далее, то есть есть разные люди, то сказать, что он перешел в мир иной, для него это не облегчение. С другой стороны, возьмем понятие, что чуди, чудеса есть. Были такие люди, которые воскрешали умерших, как Иисус, например. Пророк Иисус, было у него такое чудо. Поэтому, когда мы говорим о чудесах, когда мы говорим о пророках, говорим о Боге, то, конечно, мы скажем «слава Богу», что мы это видим, слава Богу, что мы это понимаем. Бог единственный живой, который не умирает. Мы все умираем. Поэтому для нас очень важно воспринимать, пока человек или болеет, или в тяжелом состоянии, воспринимать его, что для нас это не абуза, а для нас это испытание. Для каждого человека свое понимание испытания. Как мы говорим, для кого жемчуг мелкий, а для кого хлеб черствый. Вот как человеку определить, это испытание, или это какая-то роковая случайность, и появляется злость на эту ситуацию, и так далее. Как вы думаете, как тут разобраться? Для того, чтобы разобраться, вообще, иудаизм опирается в принятии каких-то определенных галактических, то есть законных решений, опирается на тексты еврейской Библии, то, что мы называем «Тара». Вот в «Таре» написано, слова Бога, «Я дал тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь». То есть мы с вами понимаем эти слова дословно, выбери жизнь, и от тебя зависит, какой это будет жизнь. Но мы также говорим, что у каждого человека есть судьба, данная Богом. Мы рождаемся не по собственной воле, а умираем в силу обстоятельств. Так вот, как мы можем отнестись к тому, что человек смертельно больной? Я вам приведу мой собственный пример. Моя жена перенесла операцию трансплантации легких в Великобритании. Перед операцией она подписала бумагу, она сама хотела это сделать, она написала бумагу, что я не хочу, если в случае что-то пойдет неправильно, я не хочу быть овощем, и я прошу отключить все аппараты, которые будут продлевать мне жизнь, если меня нельзя спасти. Через год я присутствовал при этом, все аппараты были отключены. А номер два через три часа. После того, как отключили аппараты. Моя жена была священнослужителем, она хорошо понимала, что она делает, она хорошо знала, почему она идет на эту операцию, потому что она хотела качество жизни и превратиться в овощ в конечном итоге. Она не хотела, поэтому это было ее решение. Когда в иудаизме мы опираемся на принятие каких-то решений, есть одна прекрасная история. Если у нас есть время, я могу рассказать. Расскажите вкратце. Могу. В третьем веке, когда римляне преследовали иудеев, известный знаток Тары, раби Ханина, был приговорен к сожжению на огне. Его обернули в свиток Тары, и палач пришел к Равину и сказал, «Я вот тебе на сердце положу сейчас моток шерсти, смоченной в воде. Твоя смерть будет продлена. Ты все равно умрешь, но смерть будет продлена. Я могу развести огонь, чтобы ты медленно жарился на огне. Что ты хочешь?» И тогда Равин сказал, «Я не открою рот, чтобы огонь вошел в меня, я умер быстро. Но если ты можешь убрать моток смоченной шерсти, то ты попадешь в мир иной». И тогда палач сказал, «Поклянись». И Равин поклялся, он умер быстро. На основании этой истории иудеизм приходит к разным выводам за эвтаназию и против эвтаназии. Я вам предлагаю посмотреть на эту проблему чуть с другой стороны и посмотреть следующий сюжет. Лекар Джек, лекар смерть, лекар суицид. Так називають Джека Кеворкяна. Американця, патологоанатома, художника-музиканта, а головне – відомого популяризатора эвтаназии. За визначенням самого лекаря Джека – цивілізаційного методу припинення життя хворих, яким вже немає можливості надати медичну допомогу і страждання яких не варті того, аби продовжувати жити. У 1989-му Джек Кеворкян розробив мерсітрон від слова «малосердя» – машину, що подає смертельну дозу анальгетиків і токсичних препаратів у кров, призначену для пацієнтів, які не здатні покінчити з життям в інший спосіб. Вже через рік за допомогою мерсітрона пішов зі світу перший пацієнт. Упродовж восьми років машиною Кеворкяна безкоштовно скористалося 130 людей. Ідеї Кеворкяна були засуджені і медиками, і владою Сполучених Штатів. Його позбавили ліцензії на медичну практику, чотири рази судили, щоразу виправдовуючи за відсутністю доказів. Аж поки 99-го року в телеєфірі не показали ефтаназію з участю Кеворкяна. Рішенням суду за навмисне вбивство лікаря смерть засудили до 10 років позбавлення волі. Та звільнили достроково. Він вийшов з тюрми в 79 років. Ще за життя встиг прочитати присвячену йому книгу Курта Вонегута і консультував біографічний фільм про себе, в якому його зіграв і героїзував Аль Пачіно. 2011 року Кеворкяна не стало. Та лікар смерть продовжує жити. Про нього пишуть книги, йому присвячують пісні, його згадують в численних серіалах. Він – герой багатьох комп'ютерних ігор. Серед айтішників поширений термін, що не потребує зайвих пояснень – кеворкнути. Щоправда, у лікаря Джека не можна запитати, як живути із клятвою Гіппократа, в якій звучить «Я не дам нікому, хто просить у мене смертельного засобу і не покажу шляху для подібного задуму». Скажіть, коли мені включити прибор? Я не дамся. Дякую. Есть определенная цепочка, есть непосредственно больной человек, есть его родственники, есть доктор. Каждый из них по-своему може участвовать, как ми видим, в ефтаназі. Кто из них – исполнитель, хто – заказчик, і хто за це буде отвечати первоначально. Якщо людина сам не способна в своем состоянии принимати решение? В любом случае ответственность есть на каждом. И эта ответственность, она не только в ответственности принятия этого решения. Это оценка комплекса, комплекса возможностей. Вот мы тут слышали слово все-таки «палеотивная медицина» это как раз альтернатива, когда оцениваются возможности родственников, возможности, в том числе финансовые, возможности медицины. Свежий пример. Вот от нас отошел ко Господу представитель нашей церкви, блаженнейший митрополит Владимир. Несколько раз врачи говорили, что все, осталась там неделя, месяц, блаженнейший жил несколько лет. Когда врачи сказали, вот ему стало лучше, через несколько часов он отошел ко Господу. Все, кто могли, делали все возможное, включая его. Но при этом эти страдания, они были важны для всех. Они важны были для общества, которое на это смотрело. Это было важно для церкви. Ведь, понимаете, мы об этом уже здесь говорили. Это тоже воспитание. Человек должен по-христиански, как верующий относиться к смерти. Не по-советски, не по-теистически, где у нас строились дома, из которого гроб нельзя вынести. Где, так сказать, больного прятали. Где, так сказать, все, как бы, была некая виртуальная картинка. Мы вновь возвращаемся к истории, где мы пытаемся сказать, что смерти нет. Она есть. И подготовка к ней это часть жизни, часть духовной жизни. Уже 10 лет занимаемся тем, что помогаем людям, которые страдают от, скажем так, от министерского вреда. И первый раз, один раз я принял звонок с одной из больниц Киевской области, где меня просто благодарят за то, что, спасибо, наша мама умерла. Я сначала не понял, за что благодарить. И потом вспомнил, что действительно дальше продолжала эта женщина говорить, что она действительно умерла на чистых простынях. Ей обезболили. Она умерла спокойно. А до этого, конечно, были там интервенции, там думали, что у нее с ее раком молочной железы, она была потеряна рука, она страдала, она кричала от боли. И нужно было только... Врачи этого не делали, потому что думали, что она станет наркоманкой. И вопрос в том, когда после моего звонка все-таки сделали нормальное обезболивание, положили чистые простыни, и она умерла. То есть, успокоившись, вы хотите сказать, и в этот момент... Это тоже... Но с другой стороны, когда мы говорим о качестве жизни, мы предполагаем смысл жизни, вот как блаженящий Владимир. Смысл, правильно. Давайте, вот мы сейчас коротко, да, каждый по-человечески свое личное, мнение. Вот стоит ли легализовать эвтаназию в нашей стране, либо нет. Сначала государство должно легализовать нормальную медицину. Оно убивает людей, тем, что нет доступа. Уже эвтаназия. Хочу четко дать определение эвтаназии. И именно в таком понимании ее нужно понимать, не в каком либо другом. Эвтаназией следует называть прошение больного, неизлечимым больного о прекращении его жизни, больного, который страдает либо физическими, либо моральными страданиями. Это подтверждено консилиумом врачей. Это должно проводиться в строгой процедуре, нет, это еще не все, закону, и только врачом. Все остальное это не эвтаназия, поэтому не нужно запутывать население и говорить, что простое убийство есть эвтаназия. Эвтаназия в этом понимании, в определении, которое я дала, не является убийством в юридическом смысле. Украина европейская страна. Мы должны обеспечить европейский уровень оказания медицинской помощи нашим гражданам, и только после этого можно хотя бы в первом приближении подходить к этому вопросу. Сегодня Украина не готова. Более того, мы имеем европейский опыт, когда перед Второй мировой войной в Германии проводилась операция акция смерти с жалости, Т4. Мы знаем, к чему это привело. Поэтому нужно быть в этом вопросе крайне осторожным. Сначала европейский уровень здравоохранения, потом уже какие-то другие обсуждения. В первую очередь нужно понимать, что нужно поднимать духовность, и слово медицина в арабском языке означает благо. Но как сказали, что нужно определиться в понятиях, то благо это в том, как Бог указал, что это благо, а что не благо. Пророк Айов на арабском Айуб, он 18 лет очень тяжело болел. Когда говорят о человеке, что вот он неизлечимо больной, то есть очень много вопросов, кто лечил, как лечил, каким образом, и бывают вопросы другие, что даже неизлечимо вроде бы больные и раком, и так далее, они исцеляются. И самый простой вопрос, бывает, захоронивают человека, похоронят человека, оказывается, что он просто спал или был в трагическом сне. Поэтому самоубийство это не повод ни в коем случае нужно человека с самого детства приучать быть духовно, высокодуховным человеком, терпение проявлять и быть патриотом. Я правильно я понимаю, то есть речь об одобрении эвтаназии даже не стоит? Нет, абсолютно. Вы присоединяетесь? Церковь отрицательно относится к эвтаназии, к самоубийству, к убийству. Церковь говорит, что человек должен учиться жить, учиться болеть, учиться умирать, и все это для спасения бессмертной души. В иудаизме есть много разных направлений, например, ортодоксальное направление иудаизма однозначно будет против эвтаназии. Современное направление иудаизма по-разному относится. Есть активная и эвтаназия, есть пассивная и эвтаназия. Пассивная это когда отключает аппараты и человек умирает сам. Но я хочу сказать, что иудаизм однозначно говорит, что жизнь и смерть это близнецы. Не нужно бояться смерти. Смерть иногда бывает наградой для страдающих. Спасибо большое. И забирает слабых и забирает болью того, кто ее приводит. Ну, выбирая тему этой передачи, я и не думал, что мы успеем ее раскрыть полностью или придем к какому-то общему мнению, потому что много нюансов, взглядов от сутом мирских проблем до духовных. Будет закон принят в стране какой-либо у нас или в другой, не будет принят, но это дело совести и выбора и ответственности каждого человека, независимо, в какой роли он находится, не дай бог, конечно, когда попадают вот в такие условия. Спасибо большое вам. Это была программа «Свитло». Оставайтесь с нами. «Свитло». «Свитло».